Приветствую всех, с вами Лего Стэлл номер один, и сегодня я начинаю новый хауту на персонажа нового четырёхрукова. Значит, жёлтый, чёрного цвета, я его задумал. Итак, что же, давайте посмотрим на таз, да. Я, в общем, начал делать, пока это что-то такое непонятное. Сюда ещё я деталей не нашёл, надеюсь, не придётся ставить красные булужойнты, а поставлю чёрные, вот. И, значит, взял вот эту свою любимую крышечку, которую я всегда использую, вот. Немного её обвесил, и повешу её вот так вот. Вот, по-моему, очень большой таз, но всё-таки, мне кажется, что он вполне сюда подойдёт. Вот. Ну, а я пошёл делать дальше. Итак, я продвигаюсь дальше. Сделал уже половину тела. Закрепил вот такой вот щедок, значит, сюда. Вот. Забил здесь, значит, дырки. Ну, как дырки? Вот это осталось, я здесь это прикрою, хотя я даже не знаю на самом деле. Вот так вот это сзади всё гениальной конструкции выглядит. Сюда поставлю, наверное, сейчас, если найду, если найду, если найду, да, да, вот эти элементы, только чёрного цвета, а может быть и жёлтого, если найду, конечно. Всё это, если найду, если найду. Ну, вы сейчас спросите, что это такое. Это я хочу, значит, прикрепить вот такую вот маску сюда, и чтобы оно вот так вот подошло. Пока же не знаю, как реализовать крепление вот такой вот очень своеобразной маски, чтобы это всё красиво смотрелось. То есть, буду делать дальше, посмотрим. Кстати, так же я здесь делал под углом эту вот деталь, чтобы было более гладко. А я пошёл делать дальше, как обычно я это говорю. Что же получается далее? Вот такое вот тело. Собственно говоря, здесь будут крепежи для рук. Это крепежи для вторых рук. Если всё пойдёт так же хреново, то фиг знает. То есть, я вряд ли сделаю вторые руки, вот именно потому, что здесь очень сближено. Эту деталь я менять, ну, вообще никак не хочу. Вот, я хотела тут с вами один момент проверить. Итак, я уже поэкспериментировала немножко. Да. Вроде всё очень хорошо. Отлично смотрится, по-моему. Сюда, значит, я прикреплю голову всему своё время. Вот, значит, вот так выглядит тело сбоку. Вполне адекватно. Сзади просто пипец какой-то. Я не знаю, что с этим делать. Не знаю даже, зачем это сюда запихал. Надеюсь, это как-то мне в чём-то поможет. Так, пришлось мне поднять камеру. Не обращайте внимания на обыгрыженную стопу шахматиста 2.0. Вот, я знаю, что тяжело. Но всё-таки, вы смотрите на неё. Вот, я это сделал, потому что уже тело тупо не влезало в кадр. Итак, что же я сделал? Сделал руки ему. Сначала хоть первую пару. Тут я не знаю, что будет. Надеюсь, я смогу здесь закрепить руки. Ну, скажите, в чём же проблема? Они вот так вот встать не смогут вот из-за этого детали. Поэтому будут торчать только вот так. А мне это не нравится. Может быть, запилю и крылья. Тогда будет вообще идеально. Я подумаю. Воу. Собственно говоря, выглядит это всё вот так. Вот такими вот краниками я закрыл, значит, дыроки. Тут, правда, серый краник. Но бывает, со спиной всё так же плохо. И, кстати, таз тоже движется, но убого. Так что лучше его не двигать. То есть, убогий разрез получается. Вот такая пока что самоделка с маской Эва. Пойду думать дальше. Ура, товарищи! Через 20 минут я уже надумал и прикрепил ему спину. Итак, всё довольно очень смешно держится. Кстати, не мог найти нормальную такую чёрную деталь, поскольку одна была запринчена. Я её искал минут 10. Вот. Собственно, это очень смешная конструкция. Я объясню, почему. Всё это держится вот на одной детальке. То есть, да. Видимо, вот как раз сюда хорошо подошла вот эта, подначал указавшаяся ненужная деталь. Вот. Мне это понравилось. Не знаю, тут есть вот такие вот пины. Они уж очень на меня смотрят. Закрыть их решёточкой. Но мне кажется, что тогда решёточки не будут хорошо держаться и будут спадать. Над этим я ещё подумаю. А пока спину я оставляю. Ею я, в принципе, доволен. Что ж. Теперь за мной самый главный выбор. Что же делать? Крылья или вторую пару рук? Иду думать. Смотря, что получится лучше. Итак, товарищи. Всё-таки вторая пара рук у меня не получилась. Я уже объяснял, почему. Зато очень хорошо получились крылья. Вот так они выглядят пока что. Но мне не нравится, что они слишком тощие для этой самоделки. И дырявые. Да, немного дырявые. Конечно, я тут крестовые дырки закрыла. То есть, этими деталями. А эти дырки обычные не закрыл. Да и сюда хочу что-то поставить. Что-то типа вот таких щитков. Хотя нет. Нет. Они тоже чёрные. Надо жёлтые что-ли поставить. Ладно. Пойду подумаю. Закрою дыры. И покажу вам. Это было дело нескольких минут. И вот уже крылья мощные стали. То есть, опять же, они не дырявые. Вполне хорошие. И мощные из-за этих щитков, которые я сюда поставила. Также это, кстати, от детали. Вот. И сейчас покажу, как выглядят со спины. Ну, я бы не сказала, что он слишком мощен. Нормально. Может, я их ещё когда-нибудь прокачаю. Теперь надо взяться за ноги. Я не знаю, как я буду... Ладно, что я делаю. Я не знаю, как я буду делать бёдра. Потому что у меня такая деталь. Но, по крайней мере, я нашёл только одну такую. Да? Нет. У меня есть ещё бордовая. И если я был бы не такой ленивый, я бы уже давно бы покрасил. Всё-таки реально надо собраться. Покрасить. У меня там вроде такие две. Одна бордовая. Одна красная. Вроде как-то так. Надо собраться их, покрасить. И всё будет вообще ништяком. Может быть, для голени буду использовать вот такие детали. Но мне кажется... Ой. Ё-моё. Мне кажется, что тогда голени будут слишком большие. Ладно. Посмотрим уже, допустим... У меня такие на голених от Lego Style, а он Titan стоят. Вот. Поэтому, мне кажется, они будут довольно большими. Ну, или это тоже вариант. Но эти детали лишний раз я не хочу тратить. Вот. Но... Да ж такое выпадает всё из рук. Вот. Я думаю, вот на их основе и сделаю голени. Ну, а пока они не будут так далеко забегать. Сделаю бёдра. Итак. Сделал я ему, значит, бёдра. Не шаблонил, наконец-таки. Да. Всё-таки я их просто нарыл, скажем так. Вот эти детали, которые я говорил. То есть, вот они. Да. Я их просто нарыл, можно так сказать. Вот. Давайте посмотрим на бёдра. Итак. Вот так они спереди выглядят, так сзади. То есть, тут ещё и шины. В принципе, я думаю, забил их нормально. Сейчас пойду делать голени. И тогда уже самоделка будет, надеюсь, готова. Вот. Ладно, я пошёл делать голени. Пока что мне всё устраивает. Итак, товарищи, я доделал самоделку. И имя? Да не придумал я имя. Серьёзно. До сих пор ещё я не смог найти подходящее имя, которое мне нравится. Допустим, какой-нибудь крылатик слишком просто, да ещё. И это было бы плагиат. Плагиат. Но пока я подумаю, подумаю, какое имя ему дать. Это довольно сложно в данный момент. Да, мы уже видим, я сделал ему голени, наконец-таки. Они, ну, они наполовину сделаны из олд деталей. Вот. Если так посмотреть, то вообще полностью из олд деталей сделаны. Давайте рассмотрим сначала их. Потому что они и тут главные изменения. Итак, вот так вот выглядит спереди, естественно, нога отнёса. Единственное, что, кстати, шаблонило этой самоделки, это ступни. Они полностью одинаковые. И вот так вот выглядит сзади. Да, вот это мне самому очень нравится. Вот эти вот штуки. Но как-то было бы по-мажорски их закрыть балл джоинтами. Серьёзно, это пустая трата балл джоинтов. И вот по такому пластику я их бы не стал закрывать. Ну, а сюда я просто повесил обычные хэфы-щитки. Не помню, какого размера. По-моему, средненького. То есть сейчас вам точную цифру не назову. Вообще, это моя первая самоделка с крыльями. Ну, как первая. То, что не были это крылья в те разы, когда я раньше делал. Это просто были какие-то некие отростки непонятные. А тут я реально замахнулся, сделал большие крылья. И да, кстати, вот. Щитки четвёртого размера. Вот. Всё-таки я вам назвал. Собственно, мне модель понравилась. Она, по-моему, вышла хорошая. Но всё же моей любимой моделью остаётся Шахматист 2.0. Он пока что, по-моему, самый лучший. Не знаю, буду я его апгрейдить или нет. Посмотрим. Но пока что я не вижу никакого смысла. Потому что вроде как таковых минусов у него нет. Вот. Собственно, ещё раз можете на него посмотреть. Я думаю, уже обзор не нужен. Потому что вы его видели. И так уже много раз. И сзади. Вот так он выглядит сзади. То есть, всё гладко. Вроде голого техника тоже не наблюдается. Итак. На этом я заканчиваю свой обзор. Да. Такой вот халту. Он, кстати, довольно быстро прошёл. Всё каких-то 10-11 минут. Или сколько? 13. А некоторые халту там длились 18 минут. Ну ладно. С вами был Лего Сал номер один. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока. До скорых встреч.